с вами николай пивненко в проекте дата 14 мая день фрилансера в россии 2005 году 14 мая в стране появляется одна из первых бирж фрилансеров фактически с этого времени начинает зарождаться эта культура и независимая занятость фрилансеров а в грузии отмечает сегодня день памяти царицы тамары отмечается как национальный праздник с 1917 года после восстановления автокефалий церкви грузии святая тамара происходило из знатного рода багратионов по преданию восходившего к самому царю давиду ее отец георгий в 1178 году провозгласил свою дочь царицей через семь лет он скончался с этого момента начинается правление будущий святой у родившихся в этот день 1686 год этот мир приходит габриэль даниэль фаренгейт или даниэль габриэль фаренгейт немецкий физик который первым использовал ртуть в термометре в 1709 году предлагает первый надежный спиртовой термометр со шкалой за 0 градусов по фаренгейту он принимает замерзание солевого раствора а 96 градусов температура человеческого тела изобретатель определял эту точку как температуру подмышкой здорового англичанина единица измерения температуры градус фаренгейта была названа в его честь шкала фаренгейта до сих пор применяется во многих англоязычных странах хотя постепенно уступает место 100 градусной шкале цельсия то есть по нашему нормальная температура это 36 и 6 по цельсию что по фаренгейту означает 96 и 8 1942 год день рождения валерия брумеля олимпийского чемпиона 1964 года рекордсмена мира по прыжкам высоту трижды подряд он признавался лучшим спортсменом мира его мировой рекорд был побит лишь спустя 8 лет спортивная карьера великого спортсмена прервалась на самом взлете когда в 1965 году в результате аварии он едва не лишился ноги тогда же кстати стал знаменитый доктор или заров который поставил спортсмена в буквальном смысле на ноги в 1944 году родился джордж лукас американский кино режиссер продюсер и сценарист два его детище два великих франчайза индиана джонс и звездные войны навеки изменили мир и попутно раскололи на два лагеря некогда сплоченные ряды фанатов лукаса они до сих пор спорят какой круче галактический или человеческий харрисон форд 1952 год день рождения владимира матецкого композитора практически каждое его детище становилось хитом лаванда луна-луна хуторянка владимир леонардович творит до сих пор более того ведет популярные музыкальные программы говорит что его жизненный девиз ничто не может изменить мой мир мне приятно что мы давно с ним знакомы и вы даже не представляете себе какой-то умнейший ироничный очень добрый человек с праздником маэстро теперь о событиях этого дня 1853 год в сша запатентованно сгущенное молоко американский изобретатель гейл борден шел превосходному результату много лет пока он служил землемером составлял карты выпускал газету он постоянно изобретал например переносную кабинку для переодевания на пляже вездеход амфибии упрощенный способ обращения католиков протестанты но главная идея это сгущение он и священнику кстати рекомендовал ужимать проповеди с молоком говорят получилось куда лучше чем с проповедями молоко правда сперва сопротивлялась пригорало но он поменял конструкцию кастрюли и смазал ее стенки жиром а теперь покажите мне человека который не любит сгущенку 1924 год английская палата лордов приступает к обсуждению предложения ввести в стране экзамены на получение водительских прав оказывается что справиться иначе с ростом аварии на дорогах просто невозможно 1986 год в телеобращении горбачев отрицает серьезность последствий чернобыльской аварии он заявил что люди впервые столкнулись с такой силой как ядерная энергия которая вышла из-под контроля горбачев говорит также что случевой болезнью госпитализированы уже почти 300 человек при этом генеральный секретарь вдруг заявляет на западе пишут о тысячах жертв а братских могилок погибших о вымершем киеве о том что вся земля украины отравлена это мол неправда даже на самом верху не понимали всю сложность сложившейся тогда ситуации 1998 год уходит из жизни один из символов америки фрэнк синатра певец и актер по праву считается одним из самых влиятельных и популярных артистов 20 века в общей сложности продано более 150 миллионов записей с композициями в исполнении певца будучи настоящей иконой популярной музыки того времени преимущественно в америки он 11 раз объявлялся лауреатом музыкальной премии грэмми известен широкой публике особым тембром своего голоса и лирическим стилем вокального исполнения а еще своей невероятные личные жизнью но и конечно же связями с какими-то странными людьми 2003 год редкий египетский саркофаг с мумией продается за рекордную стоимость на аукционе кристис мумия возраст который составляет около 3000 лет продается за 1 миллион четыреста тридцать тысяч долларов что примерно в 20 раз больше первоначально выставленной цены 2008 год футбольный клуб зенит и санкт-петербурга становится обладателем кубка уефа переиграв шотландский глаз горейнджерс финале на городском стадионе манчестера со счетом 2-0 голы забивают игорь денисов и константин зырянов к финалу кубка зенит подошел в роли фаворита после разгрома баварии в полуфинале о том что у российского клуба больше шансов завивать кубок не говорил только ленивый впрочем сами зенитовцы скромно оценивали шансы команд как равные 1878 год название вазелин запатентована как торговая марка всем известное косметическое лечебное средство изобрел эмигрировавший в америку англичанин роберт чесбро когда в 1859 году начинается нефтяной бум он химик по образованию обратил внимание на парафинообразную массу которая липла к бурам и забивала насосы рабочие заметили что это гадость помогает при ожогах и порезах роберт экспериментирует с веществом пробуя его на себе из 1870 года торгует им под названием нефтяное желе но популярностью продукт не пользуются так как все связанное с нефтью ассоциировалась с легкой воспламеняемостью тогда ему в голову приходит блестящая идея назвать мазь вазелином это производная двух слов от немецкого вода и греческого оливковое масло различные сорта вазелина применяются в медицине электротехнической промышленности для пропитки бумаги и ткани как антифрикционная и защитная смазка шрамы и ожоги нанесенные во время опытов благополучно смогли зажить а изобретатель прожил кстати 96 лет вот такая она история одной отдельно взятой химической формулы с вами был николай пивненко в проекте дата